Всем привет! Мы на канале Ксения Величко. Сегодня будет видео об эфирных маслах для детей. Я их успешно применяю, мне очень нравится этот эффект. Если вас интересует, как помочь ребенку справиться с простудой или как профилактировать простуду, как его успокоить перед сном, если у вас такая же проблема, как была у меня, потому что вечером очень тяжело его угомонить. Ну и вообще, какие-то полезные советы по поводу эфирных масел. Не все, я скажу сегодня. Если у вас будут еще дополнительные вопросы или какие-то запросы по поводу эфирных масел в домашнем таком применении, то обязательно жду вас в комментариях. Обязательно загляните в инфобокс. Там меры предосторожности, противопоказания по возрасту для разных масел. Итак, эфирные масла я их с огромным удовольствием применяю, поэтому это отличный способ и вернуть хорошее настроение, и сладкий сон, и еще вылечить респираторные различные вообще заболевания. И от горлышка, и от носика, и от ушка, и вообще от всего-всего-всего. Если погрузиться в это, то очень-очень интересно. Сегодня я несколько рецептов вам дам, что нужно делать. Итак, при нарушениях сна рекомендуется испарять в детской комнате лавандовое, бергамотовое или ладанное эфирное масло. В ванну добавлять ладанное, а при массаже использовать основу с лавандовым, розовым или эфирным маслом мускатного шалфея. Дизировка для малышей всегда мизерная, имейте это в виду. Лучше всего, если масло будут наноситься на терракотовые, глиняные фигурки, аромамедальоны, подушечки. Хорошо удерживают запахи различных изделий из необработанного дерева, корки от апельсина или грейпфрута. Там потрясающий запах сразу разносится по всей комнате. Например, для поднятия настроения нужно 2 капли масла апельсина и 2 капли масла иланг-эланга. Антипростудная смесь. 1 капля ромашки, 2 капли масла мандарина и 2 капли масла чайного дерева и 1 капля тимьяна. Память и способность сосредоточиться улучшает эфирное масло розмарина. Можно перед школой нанести пару капель на носовой платок. При простуде можно сделать массаж спины и грудной клетки. Для этого нам потребуется растворить в чайной ложке растительного масла 2 капли эвкалипта, 1 каплю чайного дерева и 2 капли лаванды. Если у малыша озноб и жар, то необходимо растворить 2 капли эвкалипта, 2 капли лаванды, 1 каплю чайного дерева в десертной ложке растительного масла. Смазывать области шеи, миндалин, локтевых и коленных суставов и паховой области 1 или 2 раза в день. При ОРЗ необходимо делать ребенку ингаляции с эфирными маслами эвкалипта, сосны или пихты. 2 капли одного из масел или их смесь на чашку горячей воды. Этот рецепт подходит деткам только после 6 лет. При кашле массаж грудной клетки и шеи на ночь 1 капли чайного дерева, 2 капли эвкалипта, 2 капли лаванды на 1 столовую ложку растительного масла. При гриппе отлично справиться с дезинфекцией помещения 4 капли чайного дерева, 2 капли эвкалипта, 2 капли чабреца. Это одноразовая заправка аромолампы. Отличный укурупит иммунитет способны масла бергамота, эвкалипта, тимьяна, пихты и сосны. При принятии ванны до 5 капель, а также во время массажа и ароматизации помещений. У меня привычка перед сном мыть пол. Я часто добавляю 3-5 капель эфирного масла прямо в бедро. Ну, обычно это лавандовое масло или в период профилактики гриппа я добавляю любое хвойное масло туда. Это и быстрое, и просто, и полезно. Кстати, вышеперечисленные рецепты годятся и для взрослых. Только дозировки масел необходимо увеличить в 2 раза. В качестве основы для разведения масел рекомендуется иметь дома бутылочку с маслом сладкого миндаля, который не имеет запаха, легко впитывается в кожу и оказывает дополнительный лечебный эффект. Я надеюсь, что это видео стало вам полезным. До новых встреч! Пока-пока!